Воздушная гимнастика Воздушные полотна Каждое из направлений такой гимнастики позволяет сбросить лишние килограммы, нормализовать кровообращение и улучшить осанку. Но в спорте не только девушки. Антигравити Антигравити – новую фитнес-программу, объединяющую в себе йогу, пилатес, упражнения бэллет-бэя, элементы акробатической гимнастики, в своих целях используют и парни. Для них это отличная альтернатива однообразным тренировкам в тренажерном зале. Ну что, будем пробовать? Но для начала узнаем немного подробнее о новом спортивном тренде. Ну расскажи, любой человек может попасть к вам? То есть никаких ограничений нет? Никаких ограничений нет. То есть абсолютно любой человек, начиная с шести лет, мы принимаем деток. И взрослые, ну где-то до шестидесяти. Вполне можно, ну состояние здоровья позволяет. Можно заниматься антигравити, пожалуйста. Воздушное полотно тоже. Хоть это и гимнастический вид спорта, но тренировка составлена таким образом, что все упражнения человек может выполнить. А дальнейшее, конечно, развитие зависит уже от него. То есть от возможностей. То есть, когда они приходят, им не обязательно предоставлять какие-то справки от врачей? Или это важно? Нет, не обязательно. Я всегда предупреждаю, вот у нас на тренировке антигравити есть некоторые противопоказания к перевернутым позам. То есть когда мы висим вниз головой. Остальные все упражнения можно делать. Когда мы висим вниз головой, противопоказания, естественно, беременность, недавно перенесенные операции. То есть это могут быть также травмы головы, сердечные заболевания, глаукома, грыжа пищеводного отверстия, межпозвоночная грыжа. Слишком чрезмерно высокое или низкое кровяное давление и всякий кистевой тоннельный синдром, артриты, если человек не может себя руками держать. То есть это такие достаточно серьезные заболевания, при которых нельзя именно висеть не с головой. Абсолютно вся программа была разработана и одобрена американской фитнес-методикой. Поэтому все упражнения доступны абсолютно любым людям, без какой-либо подготовки физической. Поэтому все получится. Продолжение следует... Мы соединяем стопы вместе. Делаем движение вперед и при этом поднимаем левую ножку назад, вытягиваем. И на вдох, вверх. И еще выдох, вытянуться и вдох. Колено, носочек, тянем. Выдох. Он у меня летает просто. И вдох, да. Вот это упражнение, так сказать, на баланс, на координацию. Но нужно гамаку доверять. Гамак вообще выдерживает более 450 килограмм. Вот, поэтому он как наш партнер сегодня. Меня, кстати, очень интересует вопрос похудения. Возможно ли здесь скорректировать фигуру? Однозначно возможно, потому что упражнение очень эффективное. Есть как бы, скажем так, ну, разный уровень упражнений, да. То есть мы можем делать более легкие. Давайте поменяем ножку. Более легкие упражнения, допустим, в спокойном темпе. Либо мы можем делать очень интенсивно, так что прям будет жарко, горячо. Вот. И, конечно, это способствует похудению. Мы делаем выдох, как бы выталкиваем гамак вперед и грудной клеткой стремимся вниз. Да, фигуручка. Крастика, это все то, что мы делаем на полу, но просто немного по-другому. Немного по-другому, да. И вот здесь мы можем усложнить, направить вес тела вперед, то есть надавить на гамак. И уже ты почувствуешь, как начинают ноги включаться в работу, то есть растягиваться. Немножко уже более такие другие ощущения. Ужатные ощущения. Сложнее, да. Но растяжка это, безусловно, приятно, особенно с гамаком. Скажем так, такая растяжка более эффективна, потому что, допустим, на полу мы думаем только о том, что мы тянемся и нам больно. Да. Здесь же мы получаем новые эмоции, потому что у нас в руках дома. Нам нужно себя держать, держать равновесие, при этом думать, какие сейчас мышцы у нас работают. Ты знаешь, мне кажется, мышцы работают все абсолютно. Да, безусловно. Конечно, работают и руки, да, у как бы, потому что, то есть мы сейчас растягиваем ноги, но работают еще руки, потому что мы держимся. Да. Я заметила, что ты прям на себя натягиваешь его. Да, я немножко натягиваю, чтобы увеличить растяжку. Ты знаешь, у меня почему-то ноги дрожат. Что это значит? Ноги дрожат, потому что с непривычки мышцы начали активно работать. И с непривычки такое ощущение, как дрожь в мышцах. Я правой ногой стопой цепляюсь вот сзади за гамак. Просто зацепилась. Теперь облокачиваюсь правым бедром. Так. Облокотилась. Вот у меня есть точка опоры. Дальше. Левой рукой я выталкиваю гамак. Выпрямляю руку. Угу. И начинаю скользить. Скользить, то есть толкать левую ножку в сторону. Так, чтобы сесть на бедро. Да, до прямого угла. А вот еще одна растяжка. Немного другие мышцы. Ну. Вот отсюда. Мы аккуратно левую руку отпускаем. Угу. Здесь важно почувствовать равновесие, да. Все достаточно безопасно, но ноги скользят. Что за качество этих полотен? Это шелковая ткань, специально разработанная именно для вот... Вот для этой тренировки. То есть эту ткань не купишь в магазине, это специальная ткань, которая производится именно для воздушной йоги, для вот таких тренировок. Как? Ну, максимально они могут раскачаться. Максимально можно сильно раскачаться. Но я думаю, что для детей это самое приятное упражнение в тренировке. Конечно. Ну, и для взрослых я тебе хочу сказать тоже. Ладно, давайте будем откровенными. Да. Да. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в завершении сердце программы антигравити Вис вниз головой В таком положении внутренние органы отдыхают от постоянного влияния силы притяжения Перевернутые позы усиливают кровоснабжение головы, улучшают работу мозга и очищают его сосуды Что, кстати, способствует улучшению мыслительной деятельности, а также нормализует обмен веществ и гормональный фон Как ощущения прилив крови в голове? Да, первые занятия, смотри, как подняться? Тебе нужно посмотреть на свой живот и найти гамак под коленями Под коленями находишь гамак, берешься руками, берешься руками и аккуратно отпускай ножки, поднимаешь корпус вверх Все, супер! Мне казалось, что я не могла ничего говорить, когда я перевернулась на голову Но это было в первый раз Это было интересно Спасибо тебе большое за тренировку Пожалуйста, я рада Мне правда очень понравилось Я думаю, что все направления нужно обязательно попробовать Конечно, обязательно Нужно попробовать все, чтобы понять, что больше тебе по душе Потому что все-таки они разные, хоть и похожи, они очень разные И каждый должен найти что-то свое Да, да, спасибо тебе большое С вами была программа «Где я в Ростове» и ее ведущая Юлия Носова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!